Сегодня 18 января 2017 года. Это мы возле дома нашего старосты Игоря Барабаша. Добрый день! Что, ты поуправлялся уже? Нет еще. А где отец? Отец дома сейчас позову. Ну давай, зрители интернета просят показать, как зимой потеряют, где люди живут. Ага. Это старший сын Игоря Александровича Теренчика. Учился там в Барнауле, отучился и принял решение жить и обосноваться потеряют. То есть мир его не улег, по милости Божьей. Вот это гараж, ангар для техники. Вот это трактора, все это здесь. Комбайны. Отдыхают. Это какое-то приспособление. Я об этом ничего не понимаю. Там еще два комбайна. Два комбайна, трактор. От Gorbина Комбай. Я вперёдю. Вдобам. еще один комбайн все старенькие конечно техника уже свое отжила прошлом году там один комбайн поломался и не удалось собрать урожай это 70 гектар гречка осталось в поле добрый день игнатий тихонович мне задание дал заснятие люди из интернета просят показать как зимуют потеряю а 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 сейчас сюда и буду пускать что ли в свое стадо я выгонять буду его а надо выгонять ты раскатай раскатать ну я вчера к нему не зашел подошел он там ролики видимо смотрит долбил долбил думаю дверь сломаю у него громко включено да а может еще иногда бывает или с кем-то беседует нет нет он слушал там что-то про КГБ сейчас вот я пойду какой-то на ролик он нас видимо наткнулся я не встал думаю постучал постучал и я же Василий не пошел все на плохое ну как не очень хорошее снаружи прогнившее возили в прошлом году его по дождям ну да снаружи такая корочка она уже как бы замерзшая и сплесневевшая а некоторые рулоны возили вообще когда снег на них был на рулонах и так и складывали а потом видимо вот теперь была и этот снег оттаял и они прям носки такого не было нифига если бы по снегам складывали то это нормально а так сказать на рулон надо было выходить надо было сразу их вывозить а сразу времени не хватает надо в поле идти я когда услышал что ты обрабатываешь там 260 гектаров ну думаю у него там наверное дети помощники какие-то там куча народу а когда узнал поподробнее ну вот это богатырь как ну вот в прошлом году то сын только помогал убирать зерно да вдвоем с сыном да вдвоем да двести шестьдесят гектар это как-то уму непослижимо даже как-то уму непослижимо даже ну вот это неправильно как кажется и техника подвела немножко и надо еще капитально все делать хоть и старую технику там тем более не должен уход быть большая короче ну да сейчас нужно еще старую сделать сколько времени вот этим вот повозишься хороший комбайн больше 5 миллионов стоит да да 5 360 если было действительно в государстве по-христиански то как-то бы государство заботилось о людях заботиться заботиться в каком плане должно быть цена у него они на 20 процентов около 30 процентов делают для нас делают скидку да да завод получает свои 6700 а я покупаю его как бы за 5 360 и вот эти 20 процентов полтора миллиона доплачивают заводу изготовителю Белоруссии или Ростельмаш я не знаю какие заводы входят какие-то нет ну хоть что-то но все равно дорого ну и в этом году сделали процентную стаску 5 процентов для так то банк берет свои 14 или сколько я не знаю какие там у них да там они так накручиваются что там без образования не разберешься да люди попадают в кабалу с этими кредитами только не брать а не брать как вот так своими силами едем и едем что-то эти крокоды все все обесценивается и сегодня затратил на них одни усилия на одну сумму на следующий год они уже превращаются рубль там в 50 копеек да и все это я тоже заметил трудишься трудишься как будто на месте вроде должен быть прогресс какой-то ну зарабатываешь вроде смотришь движение 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 на месте как будто это велосипед стоит на каких-то тренажер вот эти есть лампочка горит только прекратил крепить лампочка погасла ну батюшка в гости пришел доброе утро доброе утро ну и что здесь сломали батюшку вот вот такой бизнес там прыгнуть им надо вот 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 такой бизнес брат здесь ну вот ну еще вот сейчас будет снимать весь товар брата нашего вот это живой я понимаю это ты пришел это тоже сказать все то что главное там впереди было сделано ну конечно он стал то 5 часов ну договор у нас такой но это да да там не видно ничего да то со все за кадром остается все то есть все не снимешь но хотя бы немножко ну да я к тому что труд то только не в этом что-то на разложил и все это самое легкое это все заготовить сколько у я показываю заготовить это одно еще успеет а там участок котину пол и подоить надо вычистить все это убрать на навоз вывести навоз трактор сейчас не пойдет снега много навалило полег а большая корова упитанная это же убрали быков убрали какие удобно союзе а чё сейчас батюшка какой живой вес то это меня не сильно разбирать сколько стоит например вот тут есть какая-то хоть смотришь сколько здесь труда всякого уложено сколько это человеку надо сдать а потом чем с чем остается видишь у нас как на базарном ходу нету надо сертификаты какие-то на базар не попадешь да там как говорят все схвачены там на базар просто так как раньше было так зарезал ты там взял справки там вот ветеринаров что-то при а сейчас это так нет ты со своим мясом на базаре поторговать не будет я знаю что да но я еще помню такое что люди привозили там специальный такой отдел туда заносит они на анализ берут мясо вот это все проверяют потом штамп щелк щелк и уже со штампа продаешь сам торгуешь а сейчас ты сам там торговать не будешь там все как говорится рынок есть под крышей находится да поэтому у нас так закупчики мясо сдаем допустим он на базаре это мясо стоит там 250 300 рублей а он по 180 рублей только принимает у нас ну конечно он тоже там уже свои затраты несет и труд у него все проплачено конечно тоже там совсем не делится все это знают все знают конечно власти губератор на это ничего сделать не можем так они с этого живут как они могут ничего сделать не можем под собой под собой ветку пилить вчера передают передача того там в иркутске 80 человек умерло и 180 еще в больнице пили этот боярочник какой-то там маленькие бутылочки продают и прямо в автоматах во всех пиосках магазинах а так это не в я думал это в аптеках это так где-то нет это во всех магазинах прямо на улице автоматы бросаешь там 40 рублей и тебе там бутылочек выскакивает ничего себе прям показывает автоматы все это знали что ничего сделать не можем как не можем делать рядом особняк там какой там он миллиардер уже на этом деле нажился они продают его вроде как лосьон написано лосьон это там до 60 рублей 60 рублей вот хозяйство какой я помню еще было в детстве советское время было там оси самогонку знать запрещали а а сейчас в магазинах продаются самогонные аппараты купить дома самогонку знать тогда это было запрещалось и если у кого-то находили это то это очень сильно каралась вплоть до там конфискации имущества до уголовного дела так люди уже умудрялись а все равно надо как-то это умудрялись там делали уже без самогонных аппаратов научились самогонку делать обыкновенно чугунка стоит на плите я помню бабушка моя на целую свадьбу она это такой процесс где делает и зайдут ничего нету нету самогонных шунка стоит на плите отчет а в чугунке там брага и испарения там вставят сверху еще лед кладут на другую капельки капает внизу такая внутри табуреточка маленькая там на табуреточке стоит такая миска вот это подымается и охлаждается там это и капает за это наказывалось если захватали сильно а сейчас нет этого спокойно люди отравились а писать это две сотни человек пострадал этот докат который зафига который просто умели что не от этом ясно что больше так это данные этот просто здесь группа о и она как-то засветилась а если вот так локально то есть там по чуть-чуть там там по пару человек никто не знает истинных этих масштабов ведь это стали уже десятками каждый день 10 лет конечно это уже не скроешь поэтому вот и вчера там поэтому по первому каналу там она в малахах показывал тех людей у кого там родные умерли спирт я читал спирт где-то из китая дешевый очень дешевый а его из каких-то экскрементов делают то есть поэтому он дешевый но что там еще добавляют какие-то может добавки там присадки вот это уже неизвестно но то что это все всех выгнал нет одна двое остались мало потеряла вчера одна о чего у тебя кого принесла быка корова телка телка это к миру знать когда рождаются верт мужского пола это к войне это так народная к войне солдат родился до женского то это миру а вот там еще выскочил какой-то помоложе будет ну теперь осталось спросить у игоря александровича когда что игорь александрович спишь то никто говорит не знает когда ты спишь расскажи где ты спишь когда ты на ходу научился просто может потихоньку с божьей помощью с богом все легко а потом они пригодятся мне сейчас начнется что будет это снег не сбросить все там будет эти развалины а сколько у тебя хвостов кто-то не признается ну сократил сократил было около 40 вот эти рулоны еще нормально а те самые в тот раз были которые люди где-то разберете хорошее то к бане привезли там завтрак и завтрак сегодня вам нету не не сегодня и завтрак хватит вот малыши самого рождения начали выгонять но дрожит потихонечку не ничего пускай греется сеном а там стоят а них нету аппетита а когда холод можно жевать вот так потеряю живут люди трудясь живем не тужим вчера дьякон касаюсь крыши у него на крыше много на крыше у него снега больше метра но может какие-то пожелания батюшка игорь людям которые ты собрался жить в деревне конечно разводи скотину больше скотину значит разводи вот это в этом в этом успех да понял земля есть трава ездить косить все разводи скотину и сам будешь и ты своих родных накормишь а людям которые там в интернете вот эти которые которые как то для которая снимает для которых ты снимаешь за счет скажу у кого работа нет пусть земле прилепляется и работают земля всем работы дает а главное встречи им желаем встречи им с богом вот это главное встретить бога мы-то сейчас как этого города вот и не может быть мы здесь не мы а работа нас ищет просто от него не убежишь один раз рубаха промокла высохла сейчас пойду же второй раз промокнет ну от пота работы нет как я не пробовал какая морда спины как это и четко таки это один такой остальные все белоголовые нет ну как у него глянь как это ровно сометрично метрично все так и на ногах вот она вот сходит как-то наш как-то нарисовано на лбу как это так вот что это красное вот это вредно все вот так вот она сейчас это прогонит они пойдет дальше по всех порядок прогонит всех пройдет бодается да бодливая дедовщина у них дедовщина страшно мало до велик они все две останутся обязательно одна будет другую бить а этот уже выше вырос горе фабрика такой лучший как растопырял молочные все молочные но я смотрю тебя игорь александр и что здесь сколько-то 5 комбайновый начинал что ли или а вот там возле этого ангара не комбайн 44 все-таки не ходячий один недвижимость уборка начинается он из пяти один кое-как соберут и уборку пройдет ну что спаси христос вас пусть люди смотрят переходят на землю здесь кризисов нет у нас какой-то кризис рассказывает а какой 20 лет назад мы так жили трудились и не знаем что это такое конечно подорожало что-то бензин там соляр на столе всегда есть но и слава богу за все заканчиваем богом но и а а а Продолжение следует...